Музыка Хотелось бы поздравить команду «Ручь Энергия» с победой К сожалению, бывает такое, что не всегда соотношение сил на поле отражает конечный счет Считаем, что в данной ситуации наша команда не застрелила поражение Игра, в принципе, проходила с небольшим и территориальным игровым преимуществом нашей команды На конечный результат повлияли моменты с реализацией тех голевых моментов, которые были использованы В начале игры, первые пять минут, счет 2-0 уже должен был быть И во втором тайме, в момент, где использовал Альшин, принимая мяч практически В штрафной площади, в скоре ворот, не хватает хладнокровия, не хватает мастерства Поэтому результат такой, не забиваешь ты, забивает тебе В лучах практически ничего не подвещало, потеря мяча в центре поля, атака, удар, гол И вторая тактическая ошибка, когда, ну там с нарушением Картава, с нарушением эпизода был, когда выход один на один Ну там явный фолк был, судья пропустил Так, игра под нашу диктовку проходила Спасибо Павел Павел Павлович, говорят, что вы добирались до Владивостока с большими приключениями Это так? Ну это действительно так, но я бы не искал причину поражения только в этом счете Действительно, да, у нас были большие сложности Мы практически 20 часов добирались до Владивостока По техническим причинам рейс не вылетел из Воронежа в Москву У нас состыковка была, рейс в 5 часов запаса был И в 16 часов в Москву мы должны были вылететь С большим трудом, благо, что оказались места на другие рейсы Мы двумя группами разделившись, улетели я Взял с собой там основной состав, доктора и массажиста Улетели одним рейсом, но мы уже было в Шереметьево Мы улетели во Внуково с большими трудностями Добирались практически в притык, приехали на игру Вторая группа улетела позже нас в Домодедово И буквально приехали они уже к вылету И такой вот перерот, 20 часов добирались Но это, я считаю, что это не оправдание нашего поражения Самые виноваты в том, что я до этого сказал А, понятно, спасибо Коллеги, пожалуйста, вопросы Павел Зайцев Павел Пантелеич, ну вот вы перечислили, да, стопроцентные моменты Это действительно было так А с чем связано то, что они не были реализованы? Холоднокровие не хватило? Холоднокровие, исполнительское мастерство Элементарно, поспешность в завершающей стадии Особенно два момента во втором тайме У Горокоева и Вальшина, я сказал, да Принимают практически на линии вратарской, да И время позволяло все, принимая решение И здесь исполнительское мастерство Просто забиваются эти мячи Выход Касьяна один на один, да В этой ситуации, когда Котлеров сократил угол Вышел на него, да В этой ситуации нужно было в сторону убирать И в пустые ворота спокойно закатывать мячик Спасибо Холоднокровие, естественно, в общем, вот два фактора Которые влияют на то, что не используют на них Пожалуйста, еще вопросы Вы вообще как-то готовились к игре И просматривали игру луча энергии? Вот я знаю, что луча энергии наверняка Процент вл. 99, а вашу игру осматривали А вы осматривали? Ну, естественно, мы смотрели игру с московским «Спартаком» И предполагали, как луч будет играть И какой состав Я ошибся в одной фамилии Вместо Кирисова вышел Крейгера А так тот же состав Естественно, мы смотрели, анализировали Показывали ребятам Ребятам указывали на сильные и слабые стороны команды И, в принципе, еще раз повторяю Игра под нашу диктуру пришла Спасибо Пожалуйста Павел Пантелеич, а какие цели на остаток сезона ставят в клубе? Первая цель, мы играем для болельщиков В каждой игре радовать наших болельщиков И цель, коль мы находимся в лидирующей группе Нам бы хотелось, очень хотелось попасть Как минимум, скажем так, в скаковые игры В скаковые игры Право участвовать в выход В примеры Мы будем стремиться к этому Вроде настраивались Выйти сразу Понести вперед, да Но вышли наоборот робко Видно, какая-то боязь Значит, была у ребят И могли пропустить даже гол Да Он нас простил Значит, игрок факела Ну, потом постепенно, постепенно, значит, нити игры Игры мы прибрали к своим рукам Наборств много было Ну, я еще раз скажу, что Команда «Патил» Это самая атакующая команда Хорошие два нападающих Горяков, Касьян С глубины там поддерживают группу С уже атаки Тяжело было нам сдержать Эти, значит, быстрые у них И комбинационные взаимодействия Но все-таки, ребята, еще раз говорю Постепенно переломили Значит, и забили нужный гол Ну, я думаю, нам три очка сейчас Важнее и важнее, чем «Патил» Так что, еще раз всех с победой Ребятам огромная благодарность И готовимся дальше У нас тяжелый выезд сейчас В Иркутск, Красноярск В Красноярск Да Нельзя расслабиться Сергей Александрович, три очка Хорошо, победа, хорошо, потеря Пескунова у нас защита и так Ну, у нас есть, да, замены Так что, я думаю Взор, который выйдет Он достойный заменит Антону Коллеги, пожалуйста, вопросы Сергей Александрович, второй матч подряд В основе уходит молодой воспитанник Александр, которого мы не видели В первой половине вообще А оправдывает ли он ваши ожидания И можно говорить о нем сейчас Как о уверенном игре в основе Но Леша, он прошел все сборы И могу сказать, что он так как бы Возможал на этих сборах Вот И твердое место он занял Как он составит Я хочу сказать, что Понятно, у него вторая игра Ему тяжело Как где-то теряется Где-то у него эмоции Там через край бьются Ну, сегодня он как бы сыграл достойно На уровне, да Не проиграл этим Я еще раз говорю Двум хорошим нападающим Борьбу нарезал Да, позиционные ошибки были Ну, считаю, что он будет так же Продолжать в таком же духе Но Я думаю, вырастет в хорошего игрока Так, только ему сейчас надо немножко сказать Что Корону не обил Леша, не такой Так, с еще вопросом Можно? Да, пожалуйста Смотрите, пожалуйста, действия молодой Нового новичка Картава, да, по-моему? Люмите Картава, да Ну, я еще раз говорю Что И говорил Что ребята Чуть-чуть в разном функциональном состоянии находятся Но Дима с каждой игрой С каждой перерывкой Прибавляет Ну, вы видели, как он Значит, цеплялся за мячи Да Тоже навязывал борьбу Вместе с Невалде Ну, и вот Создал себе момент Вот Ну, в следующий раз забьет Так что я считаю, что он Хорошо играл в игру Спасибо Еще вопрос Сергей Александрович Ну, перерыв был достаточно долгим И уходили на перерыв Я думаю, что и команда уходила И болельщики точно уходили С тяжелым сердцем Потому что то положение Сейчас все-таки Оптимизм присутствует Вы чувствуете, ощущаете этот оптимизм? Или еще нет? Ну, и Могу только одно сказать Что ребята Я на встрече с болельщиками Задали с целью За каждое очко Биться Потому что она на вес золоток Особенно, когда команда вылетает Вот Оптимизм Он с каждой победой, наверное, будет приходить Так что Вот мы сделали шажок Следующий у нас Байкал Нужно там не оступиться И, соответственно, дальше Так что Постепенно, постепенно Оптимизм присутствует Спасибо Еще вопросы? Сергей Александрович В основном уходят слухов Болельщики не понимают Причину отсутствия Романа Славнова Я же говорил, что Роман И у нас в лазарете Находится Роман Славнов Значит, Альберт Гаджибеков И вот сейчас уже Завтра Уже в общей группе Денис Клопков Будет тренироваться Генеральную программу сделал Так что Ждем его возвращения На этот же строй Только В связи с травмами